В селе Александрово Судоготского района 20 сентября простились с участником Великой Отечественной войны лейтенантом Фёдором Ильичом Камочкиным. Он служил в Красной армии с 1934 года, а погиб в 41-м под Смоленском. Лейтенант Камочкин сложил свою голову совсем недалеко от реки Днепр, совсем недалеко от знаменитой Соловьёвой переправы. И сегодня гроб с его останками накрыт копией флага Соловьёвой переправы. Останки лейтенанта нашли весной 2017 года поисковики отряда переправы Кордымовского района Смоленской области. При бойце был обнаружен солдатский смертный медальон. По нему и удалось определить личность погибшего. Вячеслав Казаков говорит, что такие медальоны предполагались для солдатов, но не для офицеров, у которых были удостоверения. «Такое бывает нечасто, что находят поисковики офицеров именно заполненными медальонами. То есть солдат, офицер, вернее, Камочкин, хотел, чтобы его опознали, чтобы он не был пропавшим в безвести, чтобы его семья, его жена, его дочь маленькая не остались в таком неведении». К сожалению, дочь и жена лейтенанта Камочкина так и не узнали, где погиб их отец и муж. До 1965 года родственники пытались его найти, но все попытки были тщетны, говорит внучка Фёдора Ильича Татьяна Горизонтова. Именно ей во время торжественного митинга в суды, где передали вещи погибшего дедушки. Медальон, две перьевые ручки, зеркало, пирочный ножик, три монеты. «Всех, кто видел деда, нет уже в живых, к сожалению. Но осталась, в общем-то, одна я. Спасибо». Совсем недавно, во время Ельнинской вахты, поисковикам удалось обнаружить останки еще одного участника Великой Отечественной войны – нашего земляка Фёдора Терентьева, погибшего в августе 43-го года. «По желанию родных, прощание с Фёдором Николаевичем состоится 28 сентября в посёлке Новый быт Селивановского района». Максим Палагин, Виталий Сергеев, Губерния, 33.